МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на канале СТВ. В студии Юрий Тоболин. Здравствуйте. В Беларуси надеются на объективный и беспристрастный подход международных наблюдателей к оценке избирательной кампании. Об этом сегодня шла речь во время встречи министра иностранных дел нашей страны с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Беларуси Жаком Фором. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой и проведением предстоящих выборов, организацией международного наблюдения и участием в нем миссии ОБСЕ. Прибывший сегодня в Минск французский дипломат также встретился с председателем Центра избиркома Лидией Ермошиной. По ее словам, пока в Беларусь приехало только 11 наблюдателей. Всего же от ОБСЕ следить за ходом президентской избирательной кампании будут около 400 экспертов. Вести мониторинг планируют и представители СНГ. В состав миссии «Странсотружество» войдут также около 400 человек. Кроме того, пожелание участвовать в мониторинге выборов главы белорусского государства выразила Шанхайская организация сотрудничества. Белорусская столица сегодня вновь стала переговорной площадкой по мирному урегулированию украинского кризиса. В Минске начали работу четыре подгруппы по безопасности, экономическим, политическим и гуманитарным вопросам. По традиции, встречи проходят в президент-отеле в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что сегодня подгруппа по безопасности представит трехсторонней контактной группе, заседание которой состоится позже, несколько документов по отводу вооружений калибром менее 100 мм. Будут рассмотрены и другие вопросы, которые касаются выполнения всех аспектов подписанного ранее Минского соглашения. Напомню, последняя встреча контактной группы прошла в Минске 3 августа. На ней обсуждался вопрос обмена военнопленными, отвод вооружений от линии соприкосновения, восстановления водоснабжения и железнодорожной инфраструктуры Донбасса. Фондовый рынок США пережил новый обвал. За первые 10 минут после открытия торгов в Нью-Йорке индекс Dow Jones, который формирует самые крупные корпорации Соединенных Штатов, упал на 5% и потерял сразу 827 пунктов. Вскоре после этого он потерял еще 256, и его падение составило 9% за день. Это значит, что акции таких компаний, как Boeing, Coca-Cola и DuPont, обесценились на мировом рынке сразу на 9 пунктов. Таким образом, индекс Dow Jones установил новый рекорд внутридневного падения. Тему международных новостей продолжит Марина Караман. Недовольство населения Европы постоянным присутствием беженцев из Африки достигает своего апогея. В Германии сгорело здание, где хотели расселить мигрантов. Причиной возгорания полиция считает умышленный поджог. Пожар произошел на территории гимназии, расположенной в 15 километрах от Берлина. Предполагалось, что там разместят 130 беженцев. В результате инцидента никто не пострадал, но власти столкнулись с необходимостью искать для переселенцев новый приют. Напомню, именно жители Германии уже несколько дней проводят масштабные акции протеста против приема мигрантов. Тем временем жители страны, которая даже не является частью Евросоюза, относятся к беженцам с большим пониманием. В Македонии сотрудники Красного Креста ежедневно помогают сотням мигрантов. Страна стала для них перевалочной базой на пути в Европу. Тысячи нелегалов хлынули на ее территорию после того, как полиция прекратила попытки перекрыть границу с Грецией. Похоже, власти Македонии смирились с тем, что их государство стало частью балканского миграционного коридора, через который в Западную Европу идет нескончаемый поток переселенцев с Ближнего Востока, где идет война. Международный аэропорт Дублина в Ирландии возобновил полеты, приостановленные из-за пожара, возникшего в одном из его ангаров. Возгорание произошло в отдаленной от пассажирской зоны части аэропорта, поэтому никто не пострадал. О причинах ЧП пока не сообщается. Несмотря на возобновление полетов, администрация воздушной гавани предупреждает о возможной задержке некоторых рейсов и просит пассажиров обращаться за обновленной информацией в авиакомпании. Ливни спровоцировали наводнения на западе Грузии. В Батуми в воде стоят первые этажи сотни зданий. Затруднено движение транспорта. Сейчас там работают спасательные службы. За ночь их вызывали более 300 раз. Затопленными оказались и улицы Поти. Молния ударила в подстанцию. Из-за этого без электричества остались несколько районов города. В ближайшее время ситуация может ухудшиться. Дожди продолжаются и сейчас. На помощь коллегам выехали спасатели и пожарные из других грузинских городов. В Мексике началось извержение самого активного вулкана в стране. Столб дыма над его кратером поднялся на высоту почти в 6 километров. Пеплом засыпало несколько близлежащих районов. Показатели чистоты воздуха упали ниже допустимых отметок. Детям в школах начали раздавать респираторные маски. Специалисты опасаются схода лавы по склонам вулкана. Власти объявили в окрестностях горы желтый уровень опасности. Это означает, что местные жители должны быть готовы немедленно эвакуироваться, если это потребуется. Марина Караман, телекомпания СТВ. Крупные лесные пожары полыхают в Брестской и Гомельской областях. Самый большой в Столинском районе. Его площадь составляет 300 гектаров. На борьбу со стихией здесь брошены лесники, спасатели, работники местных предприятий и организаций. В Ленческом районе огнем объято 90 гектаров лесных угодий у населенных пунктов Глушкевичи, Приболовичи и Милошевичи. Горят искусственно искушенные за жарой погодой торфянники. Эффективной работе уже прибывшей на место ЧП пожарной авиации мешает густой дым. Еще один очаг ликвидируют у деревни Держинск. Он возник больше недели назад, однако полностью потушить пламя не удается до сих пор. Справиться с возгоранием не позволяет болотистая местность. Несмотря на то, что в некоторых регионах страны сегодня прошли кратковременные дожди, пожароопасная обстановка в Беларуси по-прежнему остается напряженной. В Копольском районе утонули двое детей. Трагедия произошла накануне на Краснослободском водохранилище неподалеку от деревни Смолички. Тело 16-летней девушки, учащейся горно-химического колледжа, спасателям удалось найти. А вот поиски трехлетнего мальчика продолжаются до сих пор. Сообщается, что во время отдыха он сидел на надувном матрасе. В какой-то момент порывом ветра матрас с ребенком унесло на приличное расстояние от берега. Заметив это, девушка поплыла следом. Однако не смогла удержать ребенка, и они оба скрылись под водой. Известно также, что матери утонувших детей не умели плавать и не смогли оказать им необходимой помощи. Добавлю, только за минувшую неделю жертвами воды в Беларуси стали пять человек. В Минске усилили контроль за ценами. Причиной этому стали жалобы покупателей на недобросовестных продавцов. В некоторых магазинах, особенно в интернет-пространстве, начали переписывать ценники. В частности, была пересмотрена стоимость импортной бытовой техники. Теперь за ценообразованием в торговле, общественном питании и сфере услуг будут следить инспекторы Мингоросполкома. Для начала спекулянтов будут просто штрафовать, а при повторных нарушениях их работа и вовсе будет приостановлена. По тем товарам, которые не регулируются государством, усилено взаимодействие с торговыми сетями, чтобы они необоснованно не поднимали цены. Все руководители торговых организаций относятся с пониманием к ситуации и можем заверить вас о том, что роста цен не будет. На Минске международный полумарафон уже зарегистрировалось около трех тысяч человек. Он станет самым главным спортивным событием, посвященным Дню города. 13 сентября в празднике бега примут участие как профессиональные атлеты, так и неподготовленные бегуны. К тому же впервые в истории белорусского бегового движения участники Минского полумарафона смогут пробежаться в самом сердце столицы. Проспектом независимости и победителей улица Карла Маркса вдоль Троицкого предместия. В целом свой 948 день рождения город отметит с размахом. В этом году в распоряжении минчан более 70 праздничных площадок. По традиции самое интересное в центре. Здесь столица примерит на себя сразу несколько нарядов. Театральный, музейный и спортивный. К кульминации дня города станет красочный фейерверк. Миссис Вселенная 2015 сядет за руль БелАЗа. Претенденткам на титул накануне конкурса покажут белорусские самосвалы. Организаторы хотят познакомить участниц с национальными достижениями и культурой нашей страны. А БелАЗ как раз одно из таких предприятий, которое создает своей продукцией имидж Беларуси на международной арене. Кроме посещения автогиганта, красавицы отправятся с визитом в воинскую часть специального назначения примут участие в благотворительных акциях и совершат экскурсии по Минску. Международный конкурс «Миссис Вселенная» пройдет в белорусской столице впервые. Свои страны будут представлять участницы из Бразилии, Венесуэлы, Мальты, Мексики, Латвии, России и Украины. В Таиланде неуклюжий школьник притворил в жизнь кошмара работников музеев. Он умудрился порвать шедевр позднего барокко. Все запечатлела камера видеонаблюдения. Проходя мимо полотна, ребенок споткнулся и налетел на холст, оставив на нем дыру размером с кулак. Теперь по страдавшей картине итальянского художника Паула Порпоры цветы, оценочной стоимостью около полутора миллионов долларов, требуется реставрация. Деньги на нее кураторы выставки намерены получить со страховой компании, а не семьи мальчика. Такова информация на этот час. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск новостей в 16.30. Всего доброго.